Приветствую вас, Екатерина. То, что вы описываете, очень сильно похоже на страх быть брошенным. То, что вы описываете, очень сильно похоже на страх близости. То, что вы описываете, очень похоже на неумение выстраивать личные границы с человеком. С близким человеком. То, что вы описываете, очень похоже на агрессию. Ну, как вы, собственно, и пишете, что это то, что вы ощущаете. Агрессию вы чувствуете. Агрессия это защита. Соответственно, вы от чего это защищаетесь? Ну, очень было бы здорово, на мой взгляд, определить от чего именно вывещаетесь. Вот. Идем в тём, увидите угрозу. Вот. Что касается ревности. Ревность это неуверенность в себе. Это выниженная самооценка. Это отсутствие. Собственной реализации. То есть, у вас есть некоторая вот трудность с тем, чтобы себя реализовать. Видимо. Видимо, есть только, есть какая-то трудность в этом. У вас. Вот. Ну, страх одиночества. Я думаю. В том числе. То есть, вы боитесь, вы боитесь одиночества. Вот. Ну, эээ. В принципе. В принципе. Это. Это. То, что можно выделить. Вот. Вот так. На скидку. Это вот. То, что можно рассказать вам. Более детально, конечно. Это. Прорабатывается на. Как сказать. На консультациях. Вот. Эм. Индивидуальных. И, соответственно, уже выясняется, в чем конкретно. Эм. Причина. Вот. Так вот. Примерно можно вам ответить. Но, совершенно очевидно, что. Эм. Совершенно очевидно. Что. Вы от чего-то защищаетесь. Вот. И. Соответственно. Нужно найти. Эм. Причину, да. По которой вы. Вы защищаетесь. Эм. Вот. Нужно. Увидеть, от чего вы защищаетесь. Вот. И. Соответственно. Уже. Глаун. Эм. Тогда. Можно будет это. Это. Корректировать. Вот. Такой ответ я могу вам дать, я надеюсь на то, что вам это было полезно, как минимум, ну вот, мой ответ был вам полезен, как минимум, я надеюсь, что вы для себя извлечите что-то из моего ответа, вот, и соответственно уже после этого сможете выстраивать отношения без каких-то таких вот непредвиденных историй, да, когда вы совершаете, делаете то, чего совершать и делать, возможно, в принципе, не хотела бы. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить на данный момент. Если вам мой ответ понравился, то буду очень благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрушена самым лучшим образом, вот, я надеюсь, что вы найдете выход из сложившейся ситуации, в том числе и с помощью психолога, если вам это, ну, понадобится, если вы почувствуете в этом необходимость. Удачи вам, всего самого доброго.